Это настоящий крик о помощи Марии Елисеевой. Ждала письма со свидетельством о рождении 3 месяца. Документ нужен был для того, чтобы начислили прибавку к пенсии. Пока ждала, так и не успела оформить хоть и небольшую, но доплату. Еще одно письмо она ждет до сих пор. У нее на руках только извещение. Само письмо так и не дошло до адресата. Я пошла на почту к начальнице. Она говорит, это письмо было в июле месяце. Но мы его уже отправили. Я говорю, а куда вы отправили? Кому вы его отправили? И почему было в июле? А мне в сентябре только вот это извещение пришло. И вот это когда я пошла уже с этим извещением, она говорит, мы не знаем теперь, куда это письмо ушло. К почте России пенсионерке претензий накопилось немало. Она признается, часто находит письма на пороге дома и сама несет их адресатам. Мария пережила войну в Сталинграде. Признается, видела голод и холод. И хорошо помнит фронтовые конверты, сложенные треугольником. Поэтому к письмам у нее отношение особое. Она не могла пройти мимо брошенного конверта, валявшегося в мусорном баке. Напечатанный адрес гласит улица Грибоедова. По факту нашла письмо пенсионерка на улице Свободы. Я подумала, что не сами люди выбросили, потому что письмо запечатанное. Не видно, что его вскрывали. Письмо большое, не вскрывалось. Там, возможно, какие-то документы. Это письмо Мария Петровна тоже понесет сама. А между тем, недовольных работой самых разных отделений накопилось немало. С тем, что письма о начисленных штрафах приходят с серьезным опозданием по вине почты, автолюбители сталкиваются с завидным постоянством. Если письмо с вложенным в него постановлением о задолженности приходит не через 20 дней, а позже, в этом случае водитель все же может рассчитывать на скидку. Если случаи нарушения стали регулярными, то пожаловаться на работу Почты России можно в прокуратуру, Роспотребнадзор и полицию. При этом существуют жесткие правила оказания услуг почтовой связи, за нарушения которых грозит ответственность. В случае с выброшенным письмом и потерей письма Марии Елисеевой налицо нарушение прав неопределенного круга потребителей. Услуг почтовой связи.